Как точно нельзя экономить на налогах, чтобы не попасть на штрафы или подследствия? Ошибки, которые допускают компании, часто свидетельствуют о недостаточной осмотрительности или недооценке рисков. Тем самым они только привлекают к себе внимание налоговой и других контролирующих органов. Даже компания, которая соблюдает налоговый кодекс и вовремя сдает отчеты, может невольно оказаться в ситуации, связанной с неполной уплатой налогов. Причем не имеет значения, умышленно это сделано или по ошибке. За налоговые правонарушения грозит штраф и в некоторых случаях уголовная ответственность. Статьи 198 и 199 УК РФ предусматривают ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с физического лица и организации. Смотрите наш сегодняшний видеоролик до самого конца. Расскажем вам, как точно не стоит экономить на налогах, чтобы не попасть на штрафы или подследствия. И, конечно же, не забывайте оставлять обратную связь под нашим видео в виде комментариев и вопросов. Коротко об ответственности. Для налогоплательщиков, физлиц, в том числе ИП, уголовная ответственность по пункту 1 статьи 198 УК РФ наступает за уклонение от уплаты налогов в размере более 2 миллионов 700 тысяч рублей за период в пределах трех финансовых лет подряд. Для налогоплательщиков, юридических лиц, уголовная ответственность по статье 199 УК РФ наступает в случае неуплаты в пределах трех финансовых лет подряд 15 миллионов рублей. Рассмотрим несколько случаев, как точно нельзя экономить на налогах, чтобы не попасть на штрафные санкции и тем более подследствия. Занижать налоговую базу Налогоплательщики обязаны самостоятельно исчислять налоговую базу. Для юридического лица, ИП и некоторых представителей частной практики ведут налоговый учет. Недобросовестные предприниматели используют мошеннические методы, чтобы сэкономить на налогах. Однако налоговые инспекторы знают большинство серых схем и быстро вычисляют мошенников. Классическое применение фиктивных сделок сейчас все чаще доводит бизнесменов до уголовного преследования. Схемы обычно выглядят так. Стоимость приобретаемых товаров или услуг намеренно завышают, так раздувают расходы. Или наоборот цену максимально занижают, чтобы не платить с выручки налог на прибыль и НДС. В таких случаях обвинения проверяющих сводятся к отсутствию экономической обоснованности сделок и занижению налоговой базы для исчисления налога. Экономить на налогах при выплате зарплат. Даже если зарплатная схема в вашей компании юридически и финансово чисто организована, налоговики все равно признают ее незаконной. Налоговики разработали целую систему выявления зарплатных схем. Самые популярные схемы с начислением зарплаты – это когда все сотрудники организации стали ИП и заключили договоры с организацией работодателя. Хозяйственные договоры признаются в этом случае трудовыми, с обязанностью уплаты страховых взносов, с пенями и штрафами. А организаторы и участники таких схем часто попадают под уголовную ответственность. Сотрудничать с компаниями, имеющими признаки фирм-однодневок. Ваша компания может являться вполне добросовестной, но не проявив должной осмотрительности, не убедившись в добросовестности контрагентов на основании документальных признаков, может вступить в финансовые взаимоотношения с недобросовестными контрагентами и стать участником схемы по отмыванию денег. Это может повлечь за собой проверочные мероприятия и ФНС и впоследствии привести к выездной налоговой проверке. Возможно, даже с представителями МВД. Отсутствие признаков хозяйственной деятельности при постоянном движении денег по расчетному счету. Если организация имеет денежный оборот 10 миллионов рублей в месяц, а в штате работает один генеральный директор, нет складов с товарами, полноценного офиса и производственных помещений, значит, эта компания либо посредник, либо агент чьей-то деятельности. В любом случае для проверяющих оперативная информация о такой фирме ключ к раскрытию возможных налоговых и экономических правонарушений. Компания не сдает или сдает заниженные декларации по налогу на НДС, прибыль, имущество. Организация, показывающая в своей отчетности высокую долю расходов по налогооблагаемой базе, вызывает подозрения в уклонении от уплаты налогов. И для проверки соответствия уплаченных сумм налогов денежным оборотом, налоговая запросит пояснения и расшифровки таких расходов с подтверждением их экономической обоснованности. Дробить и экономить. Эта схема давно известна и налоговикам, и исследователям. По их мнению, предприниматели дробят бизнес исключительно с целью необоснованного применения специальных налоговых режимов. Например, свою деятельность, имеющую определенные ограничения, препятствующие переходу на УСН, делят на ряд более мелких видов. Популярность такого способа приводит к большей экономии, но и влечет повышенный риск объединения всех направлений бизнеса и до начисления налогов. Суммы недоплаченных налогов в таких схемах с легкостью достигают критериев, при которых есть основания для возбуждения уголовного дела. Предъявить большую сумму экспортного НДС к возврату в один отчетный период. В таких случаях мы советуем готовиться не только к сюрпризам со стороны и ФНС, но и от лиц таможни и МВД. Проверять будут реальность сделки, а также всех контрагентов, в том числе и иностранных. Последние два года участились проверки встречных импортно-экспортных контрактов, проводимых через одну и ту же компанию в один и тот же налоговый период. И ФНС в этом случае подозревает, что такая фирма может получать необоснованную налоговую выгоду, либо работать в пользу третьих лиц. Подведем итоги. Прежде чем экономить на налогах, убедитесь, что ваша компания имеет на это право. Изучите налоговое законодательство. Вы должны доказать инспекторам, что применяете метод законно и с целью оптимизации хозяйственной деятельности. Зачастую доначисление налоговым органам крупной суммы налога, пеней и штрафов может привести к тому, что у компании не хватит денежных средств для погашения всей задолженности по налоговым платежам. А у меня на сегодня все. Если у вас остались вопросы по теме сегодняшнего видео или вам нужна консультация в сфере налогов, обращайтесь к нам в юридическую компанию Юрвиста. Специалисты отдела бухгалтерского сопровождения дадут вам экспертные рекомендации по интересующим вас вопросам с учетом особенностей вашей конкретной ситуации. И при необходимости помогут найти оптимальное решение в рамках правового поля. До новых встреч!